Бездействие органов спасения, которые два дня не могли решить, кому вскрывать дверь, за которую медленно умирала семья из пяти человек, все-таки станет предметом отдельного разбирательства. Об этой трагедии мы рассказали 22 февраля, когда дверь все-таки была вскрыта, и там обнаружили тела двух взрослых, двух детей и умирающего грудного ребенка. Как мы выяснили, почувствовали себя плохо Шалагиновы еще утром, 20 февраля, в 7 утра один из детей стал задыхаться, и они вызвали скорую. Они не поняли, что стали жертвами угарного газа, и к моменту прибытия скорой, видимо, потеряли сознание. Как говорят соседи и родственники, за дверью надрывно плакал грудной ребенок, он, видимо, был в другой комнате, но скорая и полиция приняли решение дверь не вскрывать без разрешения собственника, и уехали. Семья небогатая, обычные простые люди, бабушка пыталась убедить службу вскрыть дверь, но скорая перевела все на полицию, полиция на МЧС и так далее. Только в ночь на 22 февраля, почти двое суток спустя, бабушка за свои деньги наняла частника и вскрыла дверь. Были обнаружены погибшие родители, двое погибших детей и едва живой грудной малыш, который двое суток плакал без еды и воды. Еще 22 февраля мы написали запрос в Следственный комитет с просьбой сообщить, будут ли рассматриваться действия спецслужб в этой ситуации, но лишь сегодня, шесть дней спустя, получили ответ. Установлено, что 20 февраля в утреннее время в указанный адрес были вызваны сотрудники полиции. В ходе расследования уголовного дела действием полицейских также будет дана юридическая оценка. Повторю еще раз, скорые полиции по вызову умирающих прибыли на адрес в понедельник, 20 февраля. Дверь, несмотря на плач ребенка, никто вскрывать не стал. Она была вскрыта нанятым частникам только в среду, 22 февраля. Возможно, если бы дверь вскрыли сразу, по прибытию семью могли бы спасти. Ваша бригада приезжала, они приехали, дверь им никто не открыл, они уехали. Я не могу сказать, я же не работаю в отцмены. Через официальный запрос, только через центральную подстанцию скорой помощи. Вызов был. Девушка из последних сил вызвала скорую. Сотрудники приехали, но дверь никто не открыл, они уехали. Вам надо в полицию. Почему в полицию? Ну, потому что там трупы обнаружились. Так они обнаружились-то в среду. Все следственные мероприятия проводят в сотрудниках полиции. Правильно? Кто когда умер, что умер, все, все материалы, все в полицию. Мы хотим все-таки выяснить, вызов был еще в понедельник, 20 февраля. Я не могу давать никакой информации, понимаете? Во-первых, я связана с федеральным законом. Вот это можете снять. Федеральным законом никакой информации, никаких профессиональных данных я давать не могу. Почему сотрудники, не оказав помощь, уехали? Я не буду вам комментировать. Я еще раз говорю, вам нужно обращаться в полицию. У вас неверные сведения, совершенно извращенные. Вам, если какие-то комментарии нужны, то звонок в пресс-службу. Мы уже обращались. Вы можете нас выслушать? Потому что вы даже не даете задать вопрос. Конечно, могу выслушать. Почему полицейские не стали вскрывать дверь? Смотрите, любые официальные комментарии вы можете получить в пресс-службу. Дело в том, что сигналы... Мы неуполномочены давать какие-либо комментарии. А к вам в отдел? Мы неуполномочены давать какие-либо комментарии. Почему сотрудники полиции оперативно не отреагировали на вызов? Любые официальные комментарии дают пресс-службу. Как по инструкции они должны были действовать? Я еще раз говорю, все официальные комментарии дают только пресс-служба. Все у вас. То есть здесь ответов мы не получим на наши вопросы? Мы неуполномочены давать какие-либо комментарии по проводимым материалам проверок. В том числе до следственного. А сейчас проводится проверка, да? Как по этому случилось? За любыми официальными комментариями в пресс-службу. Кстати, в пресс-службе ГУВД Нижегородской области эту тему не комментируют. Направляют в следственный комитет. Что касается чудом выжившего грудного ребенка, то он пока находится в больнице, но его усыновят родственники.